В общем-то, мы начинаем смотреть уже вторую карту гранд-финала, но, сори, тут что-то дела какие-то происходят. Я написал администратору, что, мол, я не рейди пока что. Аркона С. Опять... А, ну всё, мы успеваем. Ебот завис, отлично. Вовремя завис, братишка. Красавчик. Сейчас всё будет. Короче, беда опять какая-то происходит у нас с еботом. Вот, не знаю. Чё, хочу попросить прощения у всех, кто смотрел первую карту. Сначала я не мог, к сожалению, нормально комментировать, потому что были некие проблемы. Но во вторую карту уж я нормально врываюсь в полном боевом духе, так скажем. Вот, поэтому будем наблюдать. Ничего, спасибо всем карофлу за донатик. Ну и... Что ещё сказать? Мне вот интересно вообще сейчас посмотреть, на самом деле, за... Там кто дотой увлекается, кстати, наверное, тоже смотрите, ребята. Это всё-таки отборочная, отборочная The International. Очень мне интересно последить за результатами команд, что там, понимаю. Так, ну ладно. Лайф. Лайф у нас начинаем вторую карту. Гранд-финал. Декэш. Какой счёт по... По... По играх? Что-то ты как-то написал, не по-русски. 1-0. Версию 34 ведут. Выиграли они до Мираж. Со счётом 16-11. 16-11 они выиграли, собственно. Ну и давайте смотреть. Итак, вторая карта. Декэш. На массив атаки. Ух, как жёстко. Там Лейк у нас изи всё-таки убивает. Ну и поехали дальше. Смотрите, на БПЛТ у нас выход. АЗЕ уже жёстко там... Вау, вау, вау. Минус 100. Сикстер, дабл-кил уже на БПЛТ у нас сделали. Сейчас я поблагодарю тебя, братишка. Трипл-кил от Сикстера. Да ладно! Вот это заход на БПЛТ у нас от Сикстера жёсткий. Жестчайший просто. И Дейлис остаётся в ситуации 1-3. Ну вот и пистолетка. Вот и команда на массе ворвалась. И жёстко начинает браться на второй карте. Правда, Дейлис не сдаётся. Хороший хэдшот ставит. 1-2 у него положение и дело пока что. Ну, 1-9, 1-2. Очень тяжело. Тут будет как-то что-то придумать Дейлису, конечно. Потому что перекрёстный огонь. Просто-напросто заходит Дейлис. И просто в спину его там и с лица убивает Лейк. 1-0 на массе берут пистолетку. 8 коров, 100 рублей. Братан, я не знаю. Спасибо тебе огромное. Минус 100. Минус 100 из твоего бюджета. Плюс 100 в мой бюджет. Я не знаю. Спасибо тебе огромное, что вот, блин, реально хорошие и большие деньги для меня. Вот. Все деньги идут. Ну, не могу сказать на что, но точно не на меня, ребят. Тут жизненные ситуации такие, что надо, в общем-то, все деньги мне отдавать на здоровье человека. Вот. Поэтому спасибо большое. Вот. Спасибо еще раз за поддержку. 130 рублей от тебя уже. Не знаю, как тебе и благодарить даже. Ладно. Смотрим дальше. 5 в 4 у нас ситуация. На массе, уверенно, берут и форсбай своего оппонента. Видимо, пока, правда, АЗЛ нас борется до конца. С Деглом. Есть хэдшот хороший. Побудем в Ульфу. Жесть, самое настоящее. Ну, что? Лейк хороший тоже. Хэдшот дает в ответочку. Загадалило. Ну, и, по-моему, фейс последний. На мидуэйне он бегает. Сикстер его контролит. Тут еще с бомбой. Что-то никак с бомбой не определяться, куда все-таки идти. Ну, вот по первой карте давайте немножко расскажу. По первой карте у нас очень хорошо действовали. Версия 34 в дефенсе. Они на мираже взяли первую сторону с отсчетом 10-5. И во второй половине просто-напросто довели дело до логичного завершения. Взяли свои 6 раундов. 16-11 они выиграли. И, мне кажется, никто не ожидал, что все-таки на мираже вот так вот будет. Потому что мираж это все-таки очень сильная карта команды на массе. Очень сильная. Ребята рядом на ней играют очень жестко. Но вот видите как. Версия 34 тоже не пальцем делана. Ох, какие хае влетают там. Жесть. Самое настоящее. Подловили на самом деле немножко. Ха-ха-ха. Баншот. Залетает у нас от Изи. Ну что. Боди Вольф. Альберг моментально 2 минуса. Еще заходит в спину Боди Вольф. Минус 3. На префайре попробовал еще убрать минус 90 позицию. Кураж есть минус по Азелу. В размин сыграл Хиджи Заван последний. Итак, Хиджит. Что у нас будет придумывать? Но тут Кураж. Должно его на самом деле законтролить. Ох, как долго спрейд. Но все-таки убивает. На массе вообще, если кто не знает, очень стабильный и очень организационный такой организованный коллектив. Ребята постоянно играют в какие-то турниры. Постоянно выигрывают какие-то денежные призы. Вот первое место я уже видел на Айсвар Маникапе номер 7. Они занимали. Выиграли там 2000 рублей практически. На хлеб. На хлеб. Братан, спасибо большое. 160 рублей от тебя за буквально 13 минут. И ты меня поражаешь. Ладно, я сейчас попозже еще что-нибудь скажу. Ну, ладно. Три кальта у нас. Закуп от команды версии 34. Изи. Выбивает бомбу моментально. Кстати, это интересно. Могут, в принципе, тут взяться версии 34. Но в спине уже Айсберг. И, собственно, тут 2 в 4. Но, правда, посмотрите на хелсбара команды на массе. 14 хп, 9 хп, 33 хп, соответственно, очень-очень мало. Ну, и подсаживают у нас там снайпера Лейка. Ну, я так понимаю, будет сейв. Будет сейв у нас двух девайсов в исполнении команды. Версиум 34, 8 коров. Я не знаю. Да ладно, забей со стипендий. Да. Ну, забей, не забей. Я серьезно говорю. Хлеб-то я сам покупаю. Просто все деньги я реально отдаю на одно очень важное дело. Вот, оно, не могу я сказать на что, вот, но не на себя. Ну, чтобы ребята знали, собственно, все деньги, которые вы донатите, там, все деньги с турниров, что мне платят, я пока отдаю на здоровье одного очень важного мне человека. Вот, поэтому... Спасибо большое вам, конечно. Спасибо. Вот, все деньги идут реально на хорошее дело. Могу вам только так сказать. Вот, поэтому 160 рублей. Спасибо большое. Спасибо. Ну, как будет пауза, как я включу веб-камеру, я обязательно с тобой чокнусь, пока нет возможности. У нас первую оружейку проиграли. Версиум 34, по-моему, в салат. Вообще 4 игрока выжило, если я не ошибаюсь, да? Да, 4 игрока выжило, но 2 девайса все-таки смогли засейвить. 2 кольта. Ну и 3 P250 у нас в закупе и 2 кольтика. Ну что ж, посмотрим, что сейчас придумают. Там у нас, кстати, походу сейчас будет буст от игроков защиты. Очень интересный буст. Ну, там Айсберг. Айсберг за контролем. Это дело. Айсберг отлично. 2 минуса. Шикарная игра от Айсберга в защите. Хотя в защите-то не он играет, но все-таки все равно. Оборонил он ангар. Отлично. Да ладно, АЗЛ попадает на Узум в какой-то бешеной ситуации. Хидж Зван еще один минус. Изи. Изи. Заметьте, у нас Блоди Вульфа. Ну, 2 в 3 в 2, точнее. АЗЛ 4 хп. Каким-то непостижимым образом его не убили. Но АЗЛ просто повезло. Удача была на его стороне. И он убил. Это будет жесть. Ладно, Будем Ульф. Айсберг. 2 минуса моментально. АЗЛ последний. Ну, АЗЛ тут 4 хп. Ему крайне будет тяжело бороться. Я даже не знаю, что он тут придумает. Но ситуация для него немножко безнадежная. На самом деле. Хоть и ноу-зум он жесткий, да? О, заметил Айсберг. Хороший только что был прыжочек от него на чек. Хороший чеквин, можно так сказать, даже. Да ладно, да! Что? Что это сейчас было? Что это сейчас было? Закей! Да ладно, это просто жесть. Какая-то АЗЛ тащит просто какой-то нереальный шиклатч. Это что это было? Он сначала дал ноу-зум в начале раунда. Сейчас дал ноу-зум и просто еще добил чувака. С зума это просто нереально с четырьмя холст-поинтами. Такую жесть повесил. Ладно, это просто. Это плюс мотивация нереальнейшая. К игрокам версии он 34 просто шикарнейший. Клач от игрока под ником АЗЛ. Версия он 34. Жесть! Смотрим дальше. Хороший прострел тут у нас уже изи. Демонстрирует. Потерял он 5 хп, но он нашил хорошенько Буди Вульфа. Ну, хахар. Ну, так. На 15 хп практически. Но все равно уже хоть что-то. Не зря стрелял, так скажем. Ну что? Выход. Аркада у нас по Айсбергу. Айсберг, правда, на месте. Опа. Привет. Лейк, привет. Передает Хидж Зевану. Ну, что? 5 в 3. 5 в 3. В меньшинстве версии он 34. Два кольта АВП. В закупе АЗЛка, который просто бешеный клач затащил. Оставил себе АВП. Хотя, по-моему, штатный АВП как раз-таки не он. Штатный снайпер, по-моему, игрок с ником, по-моему, изи. Если не ошибаюсь. Ну, может быть, ошибаюсь, конечно. Ладно. Ну, что? Под бэплентом все почти игроки. У нас атаки. И тут АЗЛ. АЗЛ готов принимать все это дело. Правда, вот, только сейчас он запрыгнул в плент. Вот, все это слышал Кураж. Кураж выходит. Уверенный минус очень. Занятие Бэплента. Ну, и все, собственно. Тут, собственно, все. Кураж просто разошелся. Разозлился он на то, что все-таки как так-то, ребята? Мы не затащили ситуации 2 в 1 против снайпера, у которого 4 хп было. Ну, и разозлился. И просто две головы бешеных повесил. Изи последний. Да, ну, вот этот вот, вот этот клатч, это можно просто на муйке реально делать, потому что, ну, так, братцы, я не знаю. Так, братцы, это просто жесть. Ну, ладно. Поехали дальше, смотрите. Так, у нас экономический раунд в исполнении команды версия 34. Видимо, 4 по 250-х и десерт игл от изи. Ну, что, да, кэш пока что очень уверенно в свою пользу ведут ребята из Намаси. Вот на Мираже все-таки версию 34 смотрелись получше. Но вот на кэше что-то пока проблемы они испытывают. Не угадывают они с направлением атаки. И занимают они аппоинт, а выход уже просто на Б идет. И бомба уже у нас установлена вовсю, собственно. Говоря, ну и все. Что еще сказать-то, собственно. Попробуют какие-то девайсы сейчас выбить. Ураж на месте. Законтролил винты. 4 в 5 в меньшинстве. Версия 34, 49 хп пампфейса. Есть, кстати, еще вот... Есть киты, есть легкая броня Лазеева. Ну, тут тяжело, тяжело на самом деле просто выбить этот флэд. На самом деле, хотя пампфейс хорош хатшот ставит. В спине уже два игрока атаки. Очень уверенно. Без каких-либо шансов. Лейп еще один минус по Зееву. Фул флэш, по-моему, убивал. Ну и Дейлис. Дейлис, Дейлис борется до конца. Хиджи Зеван также минус по Курашу. Ну что, два игрока выжило. Все-таки три девайса выбили, как-никак у нас ребята из команды. Версия 34. Смотрим дальше за игрой. 7 раундов позади. Надо браться моментально уже, конечно, в защите. Потому что дела так... Если так продолжить просто по геометрической прогрессии, то все будет плохо в конце. Ибо надо хотя бы 4-5 раундов по-любому в защите брать, дабы в атаке было хоть какие-то шансы еще затащить. Хотя, по моему мнению, на кэши в атаке играть тяжелее. Но посмотрим. Все зависит от команды. Все-таки, да ладно, Дейлис. Как же все-таки не добивает. Правда, Хиджи Зеван тут на месте. Два размена моментально. Еще от Изи минус. Памфейс также минус. Жесть. Прямо в три секунды моментально у нас все игроки моментально умирают. Так, ну Изи должен был понять, что бомбу разобрали, что игрок находится именно в мейне. Да, ну вот. Пожалуйста. Я только сказал, что Дефенсу надо собираться. И Дефенс, пожалуйста, берет моментальный раунд. Очень даже легко и очень уверенно, кстати говоря. Ну что, Хиджи Зеван контролит спину. Еще один игрок под ником АЗЛ у нас обходит тоже в спину. Ну и Лейк у нас с Клашиком. Он пока что просто ждет. Вот у морепогоды с бомбой он около мейна находится. Не знаю, что он тут будет придумывать, конечно. Он просто ждет аркаду. Он просто ждет аркаду и дожидается. Изи, все правильно делает. Есть минус один. Не торопится. Он никуда. И второй минус тоже ставит. Да ладно. Ну просто Дефенс зачем-то усугубляет свое положение тем, что уже остается один в два у нас Лейк. И все легче и легче. Ему сейчас будет брать этот Клач. Просто выбежали, ребята. Ну, не вовремя. Просто не вовремя и Лейк еще и третьего убивает. Ну все. Теперь Лейк такие уже Клач, мне кажется, не отдаст. Реально не отдаст. Просто жесть. Ну и АЗЛ. АЗЛ все, знаю. Теперь Лейк вместо положения последнего игрока стреляет. Спрейт хорошо. Ну я даже не знаю, что сказать. Лейк просто один в четыре ситуации берет раунд и... Кэш уже на массе не отдадут. Я вам так могу сказать. Уже даже сейчас могу это сказать. Потому что реально такие Клачи нельзя давать брать. Два игрока пошли в аркаду. Умерли. И Лейк просто как на ДМ зашел. Две головы раскидал и закончил у нас начатые свои команды. Взял седьмой раунд. И на массе уверенно очень пока что контролирует весь ход событий и действий в этом раунде. Напомню, первую карту у нас для тех, кто может быть не знает, взяли как раз таки версию 34. Вот. 16-11 они выиграли на карте Деми Рейч. Ну что, выход под Блэя. Давайте посмотрим. Дейлис уже потерял там очень много холстпоинтов. У него всего-навсего 39 остается. Ну изи, хорош. Хоть что, с 5-7 оставят ему. Есть одна легкая броня у Хидж Зевана. Китов у нас вообще нет. У АЗЛ, кстати говоря, взял там молоту в себе. Взял калашик. Ну что, надо, просто надо не лезть. Вот в такой ситуации, 4 в 1, зачем полезли? Вот это ошибка. Не законтролили микро просто и все. Лейк раскидал всех. Давайте смотреть дальше. Дейли, хороший. И что, минус Дейлис дает у нас. Лейк включается. Айсберг также включился. Минус 2 моментальные размены. Уравнивают составы команд у нас. Ребята из команды на массе. Ну опять же, 5 в 3. Могли выиграть. Могли, ребята, выиграть. Айсберг законтролил еще Изи. Ну что, Хидж Зеван. Хидж Зеван. Лейк. Есть минус. Собственно, Лейк. Лейк разошелся, вы заметили. 3,5 килл от Лейка. Дабл килл от Айсберга. И шикарная игра от этих двух парней. Давайте по статистике глянем, что у нас происходит. Это заел 7,7, 4,9. Изи. Хидж Зеван. 4,9. 3,9. Дейли. Спаумфейс. 3 на 8. Это была команда Аверсина 34. Команда на массе. Лейк. 16,3. 10,5. Айсберг. Бодивольд. 6,6. 5,2. Сикстр. Кураж 5 на 5. Вот этот Кураж, на самом деле, мне кажется, все-таки стоит ждать более хорошей игры. Смог пролетать на мидлейн. Раскидка флешек. И пошел выход моментальный на мидл. Там, кстати, подсадка винты. Ох ты ж, да ладно. Убил все-таки у нас там. О-хо. Изи. У нас дабл килл на мидлейне. Хорошая реакция с ЛП. Вот я говорил, что штатный снайпер, основной снайпер команды Версия 34 как раз-таки изи. Выход под Б. Азел просто тут откинул смок. Он будет прятаться, как ежик в тумане. Будет сидеть, ждать кого-то, своих оппонентов. Три игрока остались у на массе. В меньшинстве они. И надо тащить по-любому этот раунд. Выбивается бомба. Азел хорошо играет с пунта. Запирает у нас Айсберга. Правда, Сикстр отвечает хэдшотом. Сикстр. Дабл килл от Сикстра. Вот опять. Опять беда. Опять проблемы в спине. Правда, у нас Дерри зашел. Убивает Лейка. И Сикстр один в два в ситуации, когда у него 100 хеллспойтов. Бомба у него на руках. Сикстр, да ладно. Какой хэдшот Дейлису ставит. Это жесть. По-моему, видео дуло. Или не видео дуло. Вот я не знаю. Видел или нет. Так. Так. Ох. Да еще и без брони у нас Изи играет. Ох. Куда он побежал? Зачем? Зачем? Что? Куда? Куда? А, с винтов будет заходить. Я понял. Будет заходить с винтов. Жесть! Жесть! Берет. Берет Изи раунд. И шикарная игра. Что могу сказать? Молодец. Я не ожидал, что он просто так быстро добежит. И Сикстр просто не ожидал даже увидеть там снайпера. Но 8-2. Отлично. Близок был на самом деле у нас Сикстр к тому, чтобы взять клач, как несколькими раундами ранее Лейк для своей команды. Затащил 1 в 4. Сейчас мог также квадрокилл оформить у нас Сикстр и затащить очередной раунд. Но не тут-то было. 8-2. Все-таки Изи не подвел. Затащил. Но с деньгами, конечно, проблем. Вот. Проблем никаких нет. На массе мы видим даже там 12 тысяч. 11 тысяч у нас у одного из игроков. Это у Сикстра как раз-таки. 4 тысячи у Уэйка. У Айсберга 2. 500 практически. Тысяча у Кураж. То бишь, закупы еще будут. Если сейчас даже сольют, еще закуп точно будет. Так, ну небольшой контакт у нас на Медвене произошел. Хиджи Заван потерял там немножечко хеллспоинтов. А именно 26. Будем. Вольф также чуть-чуть нахилился. Аж нацел в 2 хеллспоинта. Как много, да? Так, ну ладно. Тут, смотрите, как подсадка у нас на Б-пунте. Давайте посмотрим, что это за подсадочка. Вот такая вот подсадка по Амфесту. У нас смотрит периметр. Азел контролирует как раз-таки выход на Б. Ну а бомба-то и выход-то. Под Аплэн готовится. Там 4 игрока уже. И они готовы выходить. И раскидка Молотовых пошла. Изи с ЛП в девяточки играет. Изи попадает. Отлично. Первый минус есть от него. Изи второй минус не промахивается. Шикарная игра от снайпер команды. Версию 34. Сикстр отвечает. Размену хорошо. Азел тем временем еще Кураша убил. И Лейк вместе с Сикстром вдвоем как раз-таки остаются. Но такие раунды нельзя. Опять же отдавать. Но опять уравнивать состав команды. Памфейс 19 хп. Азел 67. И шансов на самом деле у версии 34 тут мне кажется меньше. Все-таки чем у команды на массе. Ну ладно. Еще все впереди. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Азел хорошо. Есть один минус от Азел на Лейк. Убивает у нас Памфейс. И Лейк тащит очередной клатч для своей команды. 9-2. Лейк просто клатч мейстер. Самый настоящий. Помним мы как он 1 в 4 тащил. Сейчас 1 в 2 затащил. 9-2 у нас на массе вырываются уже вперед. На 7 раундов. Да. Но вот проблема у версии 34 на самом деле с этими стриками раундов. Мы видим, что по 4 раунда подряд у нас на массе берут. И меж этого всего по одному раунду берут В-34. Ну посмотрим сейчас опять будет 4 раунда или нет. Там уже и смена сторон подоспеет. И еще тогда будет у нас вообще 13-2. Очень уж разгромный. Ну что. 8 хп у Блоди Вольфа. Он сражается до конца. Его просто Лейк забрал. Сказал. Не надо. Давайте лучше я его заберу, чем заберут его там ребята из команды В-34. 3 в 3. 3 в 3. Произошли размены. Хиджи Зеван убил у нас как раз таки Блоди Вольфа. Ну и смотрим. Я так понимаю выход под Б. Дейлис у нас ЦЗшка. Он просто ждет. Ну вот жалко не топают игроки атаки, поэтому не знают о намерениях как раз таки ребят из на массе выйти под Б плейнт. Там у нас один из игроков в дефенсии присутствует. Это как раз таки Памфест. Его зачекали. Кураж отличный минус. Хороший чек. Пошел выход. Дым неудачный. Правда от Лейка залетел. Ну бомба сейчас будет установлена. 2 в 3. Надо засейдить. Мне кажется Дейлис у Калашки не стоит просто-напросто идти и просто так умирать. Мне кажется, что не стоит. Ну хотя это их дело. Ладно. Так, Дейлис. Дейлис, Дейлис, Дейлис. Хедшот. Стоит Азер. Хороший хедшот. Правда там уже у нас НЛЭК убивает Изи. Ну и Дейлис последний. Он без китов, но со второй броней с ЦЗшкой ему надо просто-напросто сейвить свой девайс, как я и говорил. Еще, наверное, тогда, когда он только подобрал этот самый Калаш. Что этот Калашек нужно засейдить. Потому что с деньгами все очень нерадужно у команды В-34. Айсберг пишет ХП Ласт, но ХП еще много. У Дейлиса 48 флоспоинтов. Ну что? 10-2. 10-2 у нас становится счет. Все ближе и ближе на самом деле на массе к тому, чтобы кэш забрать в свою пользу. Ну посмотрим. Посмотрим, как сложится у нас игра у В-34 в атаке. Но я что-то чувствую своим 7-м, 8-м, 9-м чувством, что на массе такую игру уже не отдадут. Очередной экономический раунд. Сикстер убивает уже двоих. Кстати говоря, Дейлис у нас подобрал Калаш, так понимаю, или ему скинули. Так, Лейк что-то там заспреил как-то странно. Берет 5-7. Он не может никак добить у нас хитч Зелана, но наконец-таки добивает 11-2. И два раунда всего-навсего. Осталось нам посмотреть в первой половине карты Дэкэш. Так, я пока вконтактике ответил быстро, сори, ребята. Итак, смотрим. За предпоследним раунд на первой половине, раунд под номером 14. Есть 5 кольтов. Ну вот какая-то аркада вообще бессмысленная совершенно от пампфейс в Мидуэйн. АЗЛ добивает у нас Лейк. У него остается всего-навсего 6 хоус-поинтов. Ну что, 4 в 4. Правда, вот пока что преимущество все равно на стороне на массе, ибо там 6 хп всего-навсего у АЗЛ. Поэтому тяжело-то будет Дефайнс опять же тут затащить. Пока проблемы нереальные. У В-34, ну у них есть еще карта в запасе. Собственно, третья карта решающая. Если тут в массе берут, то все решится на последней карте. С сегодняшнего игрового дня все решится в самом конце. К сожалению, не смогли мы сегодня посмотреть матч за третье место, но мы сможем посмотреть его, когда? В четверг, по-моему, если не ошибаюсь. В четверг мы сможем его посмотреть. Итак. Ну что ж, 11-2. Выход под Б плент. Изи на приеме. Изи без СВП. Изи убивает одного, но в размен моментально играет Айсберг. Ну опять будет тяжело тут Дефенсу убивать этот самый плент. Опять очень хорошая позиция у игроков атаки. Ну вот Сикстер моментально умирает, но опять будет Вульф в размен играет. И опять 2 в 2. Опять паритет у нас в игроках. Собственно, Айсберг хорошую реакцию демонстрирует. Под девяткой и на девятке убирает двух игроков. Команда В-34. Последний раунд первой половины. 12-2. Очень жестко на массе отыгрывают. И опять стрик с четырех раундов. По логике действий, по логике действий, сейчас В-34 должны тащить. Потому что, видите, четыре раунда брали, один проиграли на массе. Четыре раунда взяли, один проиграли. Сейчас опять четыре раунда взяли. По логике действий должны один раунд опять проиграть. Посмотрим. Видим 2-3 Фомаса, ЦЗшка и ССГ от Изи. Ну что ж, давайте смотреть. Лейк хорошо отвечает минусом по Изи. Азео у нас убивает Кураша. Аркада от Элиса непонятная совершенно. Паумфейс уравнивает у нас составы играющих команд. Но, правда, 2 в 2. Ситуация Хиджи Зелан также отваливается. Азео последний. Очень легкий раунд опять, по-моему, для команды на массе. Жесть, самое настоящее. Ну, смотрите-ка, у нас Лейк, кстати говоря, далеко. О, Азео бежит. И Азео сейчас может убить. Но вот Айсберг не лезет. Понимаю, что его тиммейт далековато. Азео теряет очень много хп. 13-2. Логика действий в этом раунде не сработала. 13-2, дорогие друзья. Ну что? Вторая карта совершенно уверенно. 34 пока не идет. Не знаю, будет ли камбэк или нет. Но на массе собрались после миража. Что же могу сказать? Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Так, 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 так. По статистике давайте продебежимся. На массе. Лейк 24 на 5. Я только сейчас обратил внимание. Жесть. Лейк отыгрывай сегодня жестко. Айсберг 17-8, 12-7 Сикстер, Кураж 8-9, 8-10 Буди Вульф. Команда Версон 34, Азео 12-13, 10-14 Тизи, Дейлис 6-14, 6-15 Хидж Зеван, Паун Фейс 4 на 14. Вот Паун Фейс все-таки, наверное, ожидания чуть больше должны быть. И так, аркада под бэплотом. Троих моментально у нас отправляют туда. Ну что? Бомба уже падает. У нас Лейка убивают. Дейлис это делает. Лейк продолжает. Ох, да ладно, Дейлис, триполкилл какой выдаёт. Жесть, самое настоящее. Ну что, Кураж борется ещё до конца. Кураж, какие два минуса ставит? Что за пистолетка? Что за... Кураж, да ладно. Жесть. Какая жесть произошла, а? Дейлис, такие минус 3 сделал. И Кураж просто на Кураже минус 3 делает в пистолетке. Убивает, вешает три головы с Юспа. 14-й раунд для Номаси. И шансы на камбэк тают на глазах. Но если сейчас версия на 34 не берут, то тут о камбэке уже речи идти не может. Потому что на последние деньги закупились ребята. Айсберг, хорош минус. Памфейс убивает у нас Айсбергов. Размен сыграл. Ну что? Что интересного покажет нам в атаке. Хотя бы на вот этих двух раундах, возможно. Версия на 34. Памфейс зачекал еще одного игрока. Сейчас будет спускаться, я так думаю. Нет, не стал. Не стал рисковать своей жизнью. Хидж Зеланд. Хороший хэдшот по Будь Вульфу. 3 в 4. АЗЛ. Посмотрите уже, где АЗЛ у нас. АЗЛ убивает Кураж. Хорошая реакция. Ну и... Лэк с Сикстрем. Пожалуйста. Берут форсбай по ходу дела. Версию на 34. Собрались. Хидж Зеланд. Еще один минус по Сикстеру. Да. Ну... Не игра, а загляденье. Самое настоящее. 14.3 на массе впереди. Но вот форсбай все-таки не смогли законтролить. Защита не смогла. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Что по закупу у нас в защите форсбай? Воу, Найс. Пустынный Орел. Пустынный Орел. Что это значит? Не знаю. В общем-то, Дейлис. Есть первый минус. Памфейс запирает нас на мидлэнде Блуди Вульфа. Выход под бэпплэнт, я так понимаю, сейчас будет. Зачекали уже Сикстера в пунте. Хороший хайет туда должна залететь, по идее. Да. Минус 40 хп моментально. Лэйк, правда, у нас есть первый хэдшот. Ну что? Стэка. Памфейс добивает у нас Сикстера. Кураж еще один минус по изи. Памфейс еще с Фомаса забрал Лэйка. Занятие Б-понта от команды версион 34. 3 в 1. Ситуация. Кураж последний. Бомба установлена. Это должен быть раунд по-любому за версион 34. Вершион 34. Молодцы. Все-таки не сдаются. Кураж, правда, у нас на ходе Дейлиса. С ССГХ он играет. Фух. Жесткая игра, на самом деле, у нас сегодня получается. Хиджи Зван, Цепьер 90, добивает последнего игрока защиты. 14-4, но не знаю даже. Тут столько шансов у Номаси, столько, на самом деле, возможностей даже слить еще раунды какие-то. Потому что в запасе столько раундов, много, реально, уверенность у них сейчас зашкаливает. Просто, наверное, в геометрической прогрессии растет. От нуля до ста. Ну ладно. С СВП играет Хиджи Зван. Раркада по миду, контроль-то ее Дейлис, убивает Блоди Вульф. Хиджи Зван попадает у нас по айсбергу в СВП, фотографирует его. Ну что, выход по-да, минус кураж. Два игрока еще живы, с П-250 Сикстер, с Юспиком Лейк. Шансов у них маловато, что-то придумать. Тем более, Дейлис у нас уже в спину обошел. А у второго, хороший хэдшот, 3,5 кило Дейлиса, 14-5. Ну что, момент истины. Момент истины. Надо тащить вершину 34 сейчас по-любому. Один раунд, вот этот вот оружейный, чтобы уже самим набраться уверенности. На самом деле, в своих силах. Иначе все плохо получится для них. Ну что, ждем. Ждем окончания этого 20-го раунда. Без ЛП, на самом деле, Дефенс у нас выступает. Раскидка мидуэйна. Раскидали, вышли. Моментально. Изи минус. Хорошо. Ну жесть, какая-то просто. Раскидали всех Изи. А Зео, как же быстро, как же динамично. Сейчас начали играть версию 34. Я даже не узнаю их, на самом деле, насколько жестко они отыгрывают. Просто жесть. Кураж также убивает. Все пять игроков живы. Один лишь Лейк остается в живых. Лейк у нас убежал уже в респу теровскую. Ну, просто. Все-таки камбэк возможен, ребята. 14-6. Первый оружейка проваливается у нас у Номаси. Ну что. Еще есть все шансы. Надо только подсобраться, что ли. Я не знаю. Просто так же играть. Вот так же дико играть. И тогда все, я думаю, получится. Это точно. Просто, просто жесть. Жестчайшее. Самое настоящее. Ладно. Ждем. Так, я надеюсь, стрим не подлагивает у меня. Просто сейчас немножечко там еще кое-что включу. Вот. Я надеюсь, лагать не будет. По идее. Лагать не должно. Да. Все хорошо. Ладно. Продолжаем смотреть. Итак, у нас 14-6 пока что счет. Атака чувствует себя превосходно. Вершин 34 начали собираться и начали реально тащить. Просто жесткую игру у нас демонстрируют на самом деле. Реально жестко. Итак, Дейлис. Хорошо. Дейлис раскидывает двоих. Моментально убивает у нас. И 14-7. Вершин 34. Какой же раунд по счету берут? Уже пятый раунд подряд. Пять раундов подряд. Стрик. Самый настоящий от игроков команды. Вершин 34. И все очень хорошо для них складывается. Ну что? Тут как бы еще, знаете, вот 2-3 оружейки взять. Ребята, мы взвешиваем 34. И счет-то уже и сравняется тогда. Ну смотрите, просто, ну как они быстро играют. АЗЛ, изи, просто. Ну ничего не могут поделать. С этим у нас игроки команды Дефенс. Два минуса моментально. Выход уже идет вовсю. Там в ногу Лейк попадает. И еще добивает потом. Вот это жесть. Ладно, смотрим далее за игрой. И так. И так, и так, и так. Лейк просто жуткий какой-то. Даблкил. 2 в 2 ситуация. Атака должна сейчас собраться. Атака должна сейчас собраться. Если не хотят они все-таки отпускать своего оппонента. Хотят все-таки закомбечить еще, может быть. Так, Сикстер. Хороший Молотов сейчас будет откидывать. Да, Молотов просто шикарнейший залетает. Там Молотов в ответочку от Памфейса. Памфейса контролит свой спрей. Убивает Лейка. Сикстер последний. Сикстер чуть погорел. Один раз. Хорошо, убивает у нас Памфейса. Но Хидж Зеван на месте. Шикарная игра. Шикарная игра у нас от команды Вершин 34. Это уже шестой раунд подряд. Если что, друзья мои. Шестой раунд подряд берут Вершин 34. Близки они к камбэку на самом деле. Потому что очередной экономический раунд в исполнении команды на массе. Да. Просто жесть. Ну что ж, смотрим. Так. Пока никакой активности у нас нет на самом деле от атаки. Хотя очень даже странно. Они, знаете, в начале всех раундов, по идее, самые первые всегда бежали. Везде первые выходили очень динамично, очень быстро. Поэтому я даже удивлен немного тем фактом, что вот так сейчас решили они, ребята, эти сыграть. Ну что. Памфейс. Включает один минус. Умного зума от Хидж Зевана. Еще один минус по Сикстеру. Будь Вульф последний. Ну что. Ох. Будь Вульф. Ну все-таки один минус умудрился. Он свой дать. Убивает он Дейлиса. Смотрим дальше. Смотрим дальше за игрой. Опять оружейка. Очень важная оружейка. Сейчас, если сейчас, опять же, Вершин 34 выйдут по медвейну, также быстро сыграют, опять дадут там парочку минусов, то я не знаю, что будут делать на самом деле на массе, потому что этих парней тогда будет уже просто не остановить. Но вот Кураж. Решил сыграть близко. Очень хорошая позиция. Убивает у нас Хидж Зевана. Да, вот сейчас вот решили немножко поменять на самом деле стратегию у нас до защиты. Расстановку. О, ну тут просто АЗЛ разрывай с пампфейсом. Да ладно, даблкил от пампфейс какой. Два в три ситуация. Ну и Лейк также сейчас может отвалиться. Отваливается Лейк. Божешки мой. Какой камбэк. Отвершен 34. Просто нереальный. Восьмой раунд подряд берут, а. Восьмой. Сикстер последний. И Сикстер просто сейчас уже обходит спину. Изи его убивает. 10-14. Жесть. Мама миа. Шикарно. Пишет у нас випрод. Да. Просто шикарно. Реальная игра. Команда Вешен 34. Я не знаю. Шикарнейший. И к нам Аси вынуждена взять паузу. Вау. Просто вау. Так. Ну ладно. Давайте по статистике пробежимся. Лейк. Лейк. 30 фрагов у Лейк. 30 на 14. 20 на 17. Айсберг. Сикстер. 15-16. 15-17. Кураж. Боди Вольф. 9-19. Ребята из команды Вешен 34. Памфейс. 14-18. 18-17. Зейл. Хидж. Зилан. 18-18. 17-20. Дейлис. Изи. 15-17. Вот мы видим, что все игроки, да, вот из ребят из команды Вешен 34 все ровненько идут. Вот тут вот мы видим Лейк. Айсберг, да, набили там по 30-ки, по 20-ки уже. А тут все ровно. Все ровно и все просто реально готовы жестко браться в этой игре. Ну ладно. Давайте смотреть далее. Итак. Экономический раунд от команды на массе. Очередной аркада у нас по скрипу идет уже два игрока там. И спалили, по-моему, как раз-таки этот самый поджим. Айсберг у нас имеет 16 холстпоинтов. Есть АВП от Хидж Зилан, 4 калаша, ну и выход под бэппоинт. Я так понимаю, с бомбой втроем. Один у нас там игрок контролит спину. По идее он должен там как раз-таки законтролить все это дело. Изи у нас убивает одного. Хидж Зилан, Изи. Моментальная серия фрагов в исполнении команды Вешен 34. А ВП у нас, правда, Лейк себе нашел. И, по идее, вот этот вот самый дорогостоящий девайс должен он сейвить. По идее. По идее, да. Что, Лейк и Кураж вдвоем. Лейк же попытается выбить какой-то себе девайс. Да, убивает он Изи. Хороший минус. Смотрим далее. Надо выбивать, конечно, это самое АВП. Ну вот, Клэмфейс чуть был не добил. Дейлис, хорошо. Добивает АВП, не дал засейвить. Это очень важный был сейчас фраг. На самом деле, очень важный. Потому что засейвил он АВП. Там просто денег сейчас не должно быть. А хотя нет, будут, сори. Будут деньги, но все равно. То бишь, он сэкономит там огромную сумму денег. То бишь, он потратит ее. Да, есть разница. 11-14. 11-14 и вся борьба еще впереди. Вся борьба еще впереди. Давайте смотреть. Я не знаю, честно говоря, я не ожидал, что просто, ну такое рвение, такую волю к победе проявит 9 раундов подряд. Вершин 34. Просто жесть. Что творят эти парни? Кураж. Ну вот, наконец-таки, сработали в Мидуэйне. Хорошо, Дефенс берет энтрикил, совершает. Это был Кураж, и убил у нас Изи. Выход по Мидуэйне немножко провалился. Правда, Хидж Зван попадает у нас по айсбергу. Хороший минус. Будь Вульф уже спешит на помощь. Просто как ЧПД. Минус 1, минус 2 от Будь Вульфа. Вот это вот было, конечно, неприятно для Вершин 34. Что уж тут говорить. Ну что, Дейлис и Хидж Зван вдвоем попытаются не отдать команде на Амасе 15-й раунд. Очень важно сейчас. Очень важно сейчас просто сконцентрироваться на этом... раунде. Под номером 26. Так, ну что ж. Хидж Зван с АВП. Дейлис с Калашом. Ребята просто ждут какую-то аркаду. Пока они никого не видят, никого не слышат. Никто не вылезает. Ну вот, кстати, апплент-то у нас... Бэпплент-то пуст вообще. Опа, Дул заметили. Минус 1 и минус 2 моментально. Будь Вульф шикарным образом вышел по таймингу. Просто это 15-11 в исполнении команды на Амасе. 4 матч-поинта. Наконец-то берут они 15-й. Все-таки тактика... Тактика пошла на пользу ребятам. Молодцы. Ну что. Смотрим далее. Смогут и 4 матч-поинта отыграть и перевести игру на карте ДКэш в овертаймы. Либо мы будем смотреть и станем свидетелями третьей карты Гранд Финал. Хае, хорошее. Да ладно, Будь Вульф. Просто шикарный минус. У нас там неорганизовано как-то сыграли ребята. Ой-ой-ой, ошеньки. Ну все, это... Это да, это третья карта. Остается у нас один Изи. Изи сейчас тоже должен умереть. Ну нет, он совершает минус на Кураж. 1 в 3 и 37 хп. Бомба у него не на руках. Это третья карта. Но все равно, вот я могу сказать, что нам... Вершин 34 были близки к тому, чтобы сделать камбэк. Поэтому... Огромное уважение на самом деле этим ребятам. Потому что реально они сдались после 13.2. Проиграли пистолетку еще, если вы помните. Они проиграли пистолетку еще. Тобер, счет был 14.2. И смогли перевернуть, жестко перевернуть. Взяли подряд 9 раундов. Но вот чуть-чуть не хватило. Все-таки. И 16.11. Зеркальный. Счет у нас... На Мираже. У нас также 16.11. Выиграли только Вершин 34. Сейчас же уже на массе. И третья карта у нас будет до 2. Второй.